Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Ролан Морозов. И сегодня получилась такая ситуация, что я снял видео, как один из моих подписчиков просил у меня помощи. То есть, он спросил, как, что делать, куда нажать и так далее. Я читаю это нормальным явлением. И к чему я? Это видео было сделано на фоне комментария. И на это видео у меня получился тоже комментарий, что я хотел бы сейчас прокомментировать. Ну, то есть, мысли вслух, ничего более, это мои мысли, они не должны совпадать с вашими мыслями. И вы можете думать абсолютно иначе. Я просто вышкажу свою мысль. Что в моем канале смотрят разные люди, очень опытные инвесторы и люди, кто только-только делает свои первые шаги. И со мной связался, скорее всего, очень-очень опытный инвестор. И вот, что он высказал, какие мысли. Я прочитаю, и потом вслух буду обсуждать, что к чему. Ну, Роланд, ну вот, серьезно, у вас хороший контент. Вопросов нету. Ну, зачастую, такая нелепость звучит. То они с полторы тысячи баксов в кармане пишут и видят, как стать вашим рефералом. То есть, он не верит, что люди хотят стать рефералами. Топа Велесины, точная инфа в роликах. Уважающий себя инвестор в жизни не станет ничем рефералом. Как только, так только лохи делают. Я, когда заводил депозит на биржу, короче, делаю себе мультиаккаунтов, других IP-адресов. Все, как, все как полагается. То есть, ну, делать мультиаккаунты, как полагается. И я сам получаю реферальное отчисление. И так каждый уважающий себя инвестор делает. А тут, ну, это уже не важно. Давайте обсуждать. Так, лично мое мнение. Это мое мнение и не более. Что регистрироваться по чьей-то реферальной ссылке, я читаю это очень нормально. Я всегда, куда я и не инвестировал бы, инвестирую под реферальной ссылкой. Почему? Во-первых, тогда я имею полное моральное право у этого человека спросить любой помощь. То есть, можно, конечно, как этот опытный инвестор говорит, инвестировать напрямую. Но, если у человека нет опыта, он должен нажать неправильно. Делать, короче, свои ошибки, чтобы в итоге заработать. Ну, это, это однозначно. Так что, я читаю, что это очень правильно. И иначе, вопрос вообще. Что такое реферальная программа? Реферальная программа такая программа, что платформа, либо какая-то биржа дает вознаграждение тому человеку, кто пригласил другого. Если человек делает мультиаккаунтов, то есть, с другого IP-адреса и так далее, это откровенно воровство. То есть, человек изначально утверждает, что воровать у биржи это нормально. Почему такой человек нужен для сервиса, если он сделает по себе мультиаккаунт, только чтобы заработать больше? Потому что никого он жизни туда приглашать не будет и помогать он никогда жизни никого не будет. Потому что он читает всех людей, кто спросит у него помощи, где это было, лохами. Ну, то есть, тот человек, кто спросит у него помощи, является лохом. То есть, этот человек никогда-никогда не привезет ни одного клиента этому сервису. То есть, ну, он вор, он делает мультиаккаунты. Мультиаккаунты, кто не знает, вот кто начинающий и опытный, подтвердите. Мультиаккаунт запрещено делать абсолютно всех нормальных официальных сервисов. То есть, на биржах, где я получаю доход и так далее, это запрещено. И человек прямо говорит, что это нормально. Ну, я поспорил бы, но он имеет полностью право на свое мнение. Если у него один день заблочат аккаунт, где у него 10 тысяч долларов, посмотрим, как он поговорит. Называть другого человека лохом, я читаю это отнюдь неправильно. Потому что у каждого человека жизни была такая ситуация, когда он нуждается в каком-то помощи. И для этого существуют команды и реферальные программы. Никто не запрещает идти к себе наставнику, научиться всему, что он умеет, и потом заниматься самостоятельно. То есть, человек же зарегистрируется по реферальной ссылке ни одного цента, не отдавая своих денег. Сервис оплачивает человеку, кто позвал. И научи, если он все научился, он же может абсолютно делать, что хочет. Я читаю так. Тут был такой вещь, что он учит воровать. Но мне говорили, что что ты, чувак, делаешь? Иди воруй. Иди конкретно воруй из биржи. Не надо учить новичков. Пускай они теряют деньги. И так каждый уважающий себе инвестор делает. Мое личное мнение. Каждый себя уважающий инвестор сейчас сидит в собственном вилле или на яхте. Курит бамбук, я не знаю, и пьет из копосовой орешки. Это уважаемый себя инвестор. А все мы, я в том числе, я в том числе, являемся начинающим инвестором. Потому что если у нас будет капитал, там не знаю, миллион долларов плюс, никто из нас не будет сидеть на ютубе, комментировать таким образом чужие видео. И помимо снимать видео, так что себя уважаемый инвестор сидит на яхте дома. Все. Так что лично мое мнение, что наоборот, это самая маленькая вещь, что может человек сделать, посмотрев видео. И чтобы это был бы благодарность зарегистрироваться под реферальные ссылки. Я еще раз повторяюсь. Я всегда регистрируюсь под чьей-то ссылке. Потому что этот человек уже проходил этот путь, он опытный, он знает, к чему тебя научиться. Научить. Так что это лично мое мнение. А вот так, чтобы воровать от сервиса денег, ну так делают только два типа людей. Кто, ну в принципе читает воростон нормальное. Есть у нас национальность. Не буду слух говорить. Ну столица у них Киев. Вот там это нормально тоже читается. Ну как я не общаюсь с людьми, у кого этот столица, вот они все почему-то так думают. Ну я могу ошибаться. А однозначно, там есть абсолютно классные люди тоже. Так что очередное было у меня видео про комментарии. Высказал свое мнение. Этот опытный инвестор имеет абсолютно право на свое мнение. Я высказал свое мнение. Чтобы научиться правильно инвестировать, обязательно нужен наставник. Иначе можете потерять много-много денег и итоги ничего не заработать. Разочаровываться и будь одним из тех, кто орет на всю YouTube, на интернет, что вся инвестиция это кидалово, пирамида и так далее. Так что друзья, вот такое видео. Можете оставить свои комментарии. И я специально не называл человека, кто написал этот комментарий. Он обязательно это посмотрит. И обязательно какой-то гневный комментарий мне поставит. Потому что он так делает под каждым моим видео. Потому что он себя уважаемый человек. Друзья, всем пока.